Итак, давайте посмотрим указательные местоимения в разных падежах на конкретных примерах. В предложениях будут также наречия места. После каждого примера будет небольшая пауза. Попробуйте сначала перевести фразы самостоятельно. В описании к видео вы можете скачать табличку со склонением этих местоимений по всем падежам в единственном числе. Катсо tätä huonetta. Тäällä on todella paljon kirjoja. Тällä pöydällä on ainakin 20 kirjaa. Tuolla pöydällä on vielä enemmän. Посмотри на эту комнату. Здесь очень много книг. На этом столе по крайней мере 20 книг. На том столе еще больше. Та-та-хуонetta. Оба слова в партитиве. Та-ла-pöydällä и ту-ла-pöydällä. Опять же слова согласуются. Мистеимения и то существительное, к которому относится это местоимение, стоят в одинаковые формы. Жолтым выделено наречие места. Та-ла-здесь. Зелёным выделено словосочетание, в которых есть указательные местоимения. Тäällä on rakennustyömaа. Тäällä rakennustyömaalla on paljon työntekijöitä. Здесь находится стройка. На этой стройке много работников. В этом примере четко видна разница между наречием täällä и местеимением täällä. Катсо туоннепäин. Туolla on hyvä kauppa. Tuossa kaupassa on halpoja товaroita. Посмотри туда. Вон там хороший магазин. В том магазине дешевые вещи. Здесь обращу ваше внимание ещё на выражение Туоннепäин. Туда. В том направлении. Tuolla kävelee minun kaverini. Tuolla kaverilla on uusi kallis auto. Вон там идёт мой приятель. У этого приятеля новая дорогая машина. Tuolla означает, что мы можем это увидеть. Поэтому можно перевести как вон там. Как будто мы показываем на этого приятеля. Каверини asуу Хелсингissä. Siellä on vaikeа коронатилanne. Сillä kaverilla ei ole töitä. Мой приятель живёт в Хельсинке. Там сложная ситуация с коронавирусом. У этого приятеля нет работы. Мы не видим этого приятеля и Хельсинки. Поэтому используем местоимение SE. Интересно, что в русском языке скажем скорее у этого приятеля. То есть того, про которого только что шла речь. В финском говорим SE. Силла. В Лапе уже заморозки. Там холодно. В тот регион зима приходит рано. Меннäänkö элокурии вииконлоппуна? Олен todella kiinnostunut siitä уудesta левваста. Пойдём в кино на выходных. Меня очень интересует этот новый фильм. Обратите внимание на ректио, глагольное управление. Олла kiinnostunut используется с падежом элативом. То есть с формой mista. И то, в чём мы заинтересованы, всегда будет иметь окончание СТА либо СТА. Нyt en ehdi käydä tässä kaupassa. Täytyy käydä siellä ensi viikolla. Сейчас я не успею зайти в этот магазин. Надо зайти туда на следующей неделе. Не забываем, что глагол кярюра всегда используется с inesivом, либо adesivом. Смотри, Пекка увлекся той красивой женщиной. И в этом предложении тоже есть ректио. После глагола ихастуа идёт падеж иллатив. Михин или кенеен. Тämä on hyvä kirja. Tästä vanhasta kirjasta minä sain paljon hyödyllisiä tietoja. Это хорошая книга. Из этой старой книги я почерпнул много полезной информации. Наверное, на сегодня хватит. В следующем видео будет упражнение по этой же теме. Нахля! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok